Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу битка и ситуации на рынке. Да, на данном этапе я хотел показать то, что в гугл-трендах LR2 у нас находится в коррекции, поэтому еще раз даю бесплатный сигнал, то что, видите, вот у нас был пик в марте, также пик у нас был перед коррекцией в 2021 году, ну, я напоминаю, что тот же LR2 это тот же Polygon Matic, допустим, да, вот, потом, соответственно, май, да, у нас был потом пик Янвай, то есть перед Медвежкой, и, соответственно, в марте. На данном этапе у нас, как бы, люди не хотят. Вот в августе, естественно, когда рост пошел, в феврале 2023 года. Ребят, наконец-то серьезные компании начали заходить в криптоиндустрию стейкинга, что позволило людям со всего мира заметно проще и безопаснее инвестировать в крипту с полной автоматизацией работы их средств. Один из таких инновационных проектов, который уже давно на рынке и приносит реальные доходы, это notstake.io. Команда опытных разработчиков создала технологичный продукт, который, несмотря на свою высокую доходность, остается простым для обычных пользователей. Основой проекта является собственный хаб-пул эфириума, автоматизированно управляющий инвестициями, пользователя и обеспечивающий вам прибыль круглосуточно, даже когда вы спите. Я лично протестировал эту систему не только на словах, но и на деле, вложив собственных 3,5 тысячи долларов в проект и выводя при этом прибыль ежедневно. Приглашаю вас присоединиться ко мне на notstake.io. Для ближайшего месяца я планирую увеличить свой вклад до 20 тысяч долларов, при этом делясь с вами результатами своего заработка здесь. Ссылка на notstake доступна в описании под видеороликом. И сейчас 20% интересуется, то есть никому нахер не надо. Давайте layer 1 крипта напишем, layer 1, допустим, кто-то гуглит или не гуглит. Гуглили, получается, в январе 2022 года, также гуглили, естественно, в марте, ну а сейчас опять коррекция, видите, то есть никому не надо. Вот, и в принципе, Arbitrum, давайте напишем Arbitrum крипта. Вот, Arbitrum, где гуглили? Гуглили в сентябре, потому что разработки, по-моему, там начались еще, давайте глянем, когда. Вот, получается, когда был создан Arbitrum, был запущен в мае 2021 года, это решение второго уровня для эфира, ну, layer 2, да, который улучшает масштабирование, снижает комиссии. Ну, а по сути, еще одна экосистема. Май 2021 года, совпадение лета. И, естественно, пик был популярности для начала, он был вот здесь, в мае, когда его запустили, потом, соответственно, в сентябре, потом у нас был пик, естественно, когда произошел листинг, а листинг у нас произошел, давайте глянем, когда же, когда же произошел у нас листинг, сего творения, да, листинг у нас произошел в марте 2023 года, совпадение ли это, да, тоже совпадение, вот, и давайте глянем, когда же был листинг, примерно, ну, здесь показывают где-то 25 марта, ну, когда уже две недели коррекция шла, примерно, и вот у нас апрель, март, да, в марте, потом, соответственно, пик у нас был в январе и в марте 2024 года, вот. Вот, естественно, в марте 2024 года, почему, ну, в марте 2023 листинг, вот, в марте 2024, потому что, естественно, вот у нас январь, естественно, пик, потом март, то есть толпа гуглила именно на хаях, обратите внимание, то есть у нас идет январь, потом коррекция в феврале, неинтересен, неинтересен, а почему неинтересен, да, давайте же глянем, почему же неинтересен, а потому что в феврале монета стояла в боковике, и, перехряние дело, как только она попыталась пробить эту вершину, сразу всем резко интересно, сразу же, Совпадение ли это? Ну, потому что, наверное, контент у Арбитрума стал лучше, или экосистема стал лучше. Нет, блядь, потому что цена отросла. Сейчас интерес на уровне 13. Чтобы вы понимали. Три-на-цать. А давайте же глянем Сьюи, но наверх не из-за роста. О, вот это магия, блядь. Давайте глянем. Так, Сьюи, когда же был листинг? Так, я поближе подвину, а то неудобно так клацать далеко. Сейчас. Сьюи, когда же был у нас листинг? Давайте глянем. По-моему, тоже где-то в этих же датах. В мае был листинг. Ну, давайте глянем листинг конкретно на финансе. Листинг у нас произошел где-то в мае, в начале мая. Ну, и давайте же глянем, что у нас в мае 51. Здесь интерес был январь. Естественно, то же самое. Январь-март. Коррекция в июле. В августе тоже уже интерес постепенно начал просыпаться. И сейчас соточка, соточка. Ну, не из-за роста, не из-за роста ни в коем случае. Нет, ни разу, ни разу, ни разу. Люди в кино начали гуглить с Юи. Ну, блядь, это ж просто совпало. Это совпало. Ребята, ну, наверное, лучше блокчейн стал по этому. Да, или новость какая-то вышла. Нет, блядь. Потому что мы сделали перехай. Да, перехай. И, естественно, рабы начали гуглить. Понимаете? То есть, естественно, интерес резко возрос. Просто вот так вот. Бум. Ракета. Совпадение ли это? Давайте. Вот такая вот рифма. Заграв монета Джек Ти. Интересно ли она сейчас? Ой, блядь. Никому не надо. В марте была интересна. Была интересна в феврале также. И была интересна, когда еще была интересна. В ноябре. На пике был рано. И в феврале 21. Ну, когда листинг, скорее всего, был. Сейчас 4% людей интересуются монетой Джек Ти. Давайте глянем Джек Ти. То же самое. Ну, тут интерес чуть повыше. Но все равно. То же самое. Давайте WorldCoin Crypto напишем. Давайте. Наверное, что-то не шаю. Вот. Давайте глянем. Листинг у нас произошел в июле, по-моему. Насколько я помню. По-моему, по-моему. Да. Если глянуть, то... Да, действительно. В июле произошел листинг. Ну, в начале августа, грубо говоря. Да. Интерес был. Потом интерес в марте. Ну, ясен хуй, что в марте. Потому что в марте что у нас было? Ой, блядь. У нас же было сколько? У нас было 12 долларов почти, поэтому... Ну, не из-за роста, а цены тоже. Ну, естественно. Технология какая-то, наверное, в марте выходила по всем монетам. Вот. Поэтому, да. Совпало. А сейчас интерес 14%. Ой, блядь. Ну, не из-за цены. Не из-за цены ни разу. Конечно же, в это верим. Свято, конечно же. Вот. Страйкнет. Давайте к крипту. Страйкнет. Интерес был лютый. Конечно же, был лютый интерес в феврале. Ну, скорее всего, потому что был листинг, да. Ну, ни разу не из-за этого. Вот. Да. Февраль листинг. Сейчас интереса нету особого. То есть, накопление здесь уже идет 2 месяца и неделя. Естественно, рабы не покупают. Они такие, это тяжело покупать на дне. Не хочу усреднять. Зачем? Некоторые челы котлетили по 2 доллара. И я многих встречал в чатах. Говорят, я по 2 доллара купил. И все. И не усредняют. Ну, а в чем проблема усреднить? Непонятно. Но, естественно, они, скорее всего, закотлетили. Так как мозгов-то нету. Вот. Интерес сейчас 5%. Совпадитель ли это? Ну, давайте напишем Страйкнет. Страйкнет как-то. Страйкнет, давайте посмотрим. Ой, блядь. Ну, первый анонс. Ну, давайте глянем сейчас в чат GBT. Когда был создан Страйкнет в режиме реального времени. Так. Был запущен в ноябре. В ноябре 2021 года. Блядь. Май 2021. Ноябрь 2021. Ох. Блядь. Какие же совпадения. На коррекции. Нахая хринка. Ох. Вот это магия, блядь. Вот это да. Ну, как же совпадает, ребята. Просто. Ну, совпало. Ну, а запуск произошел непосредственно уже в 23-м году. В начале 23-го года. То есть, когда уже постепенно Блоран начался, да. То есть, это уже означало о том, когда новые проекты запускаются. Я говорил, когда наступает бычка. Вот. Как есть вот, получается, песня. Наступает ночь. То же самое есть. Наступает бычка. И, соответственно, обратите внимание, что вот здесь, как раз-таки, когда произошел листинг. И сейчас интерес на уровне 9. Вот. Давайте, кстати, в L.D. глянем. А то мы не глянем, ну, или WorldCoin. Если по тикеру смотреть, то интерес, естественно, в марте. Сейчас интерес, ну, там, процентов 15, может быть. Поэтому никому он нахуй не нужен. Вот. Это отлично. Допустим. Давайте глянем Litecoin. Litecoin на данном тапе. Что по Litecoin? Ну, у нас Litecoin 4%. Ебать, интерес. Просто пиздос. Вот. Интерес, естественно, лютый, конечно же. Вот. Как вы видите, даже в марте 24-го года у нас особо интереса не было. Потому что цена-то на дне лежит. Вот. Естественно. Ну, не... Ну, технология не развивается, люди скажут. Поэтому, да, то, что там разработки все равно продолжаются. Да, может, не такие активные, как в Lite 2. Но все равно. Как вы понимаете, да. Давайте глянем. CBDC Crypto. CBDC Crypto. Вот. Интерес у нас был, естественно, в марте. Сейчас опять интереса нет. О, давайте RV. Это более будет прозрачно. RV. Крипто. Да. Вот у нас был интерес в марте. Сейчас интерес опять 13%. Ну, давайте Onda Finance. Крипто. Это пишем. Onda Finance. Сейчас немного интерес подрос. Давайте Onda Crypto. Вот так вот. Onda. Onda был интерес в марте. Сейчас интерес тоже упал. Считай там раз в пять. Ну, наверно. Не потому, что цена упала. Да. Ну, только поэтому. Естественно, в марте многие гуглили данную монету. Ну, а сейчас этим заниматься не хотят. То есть, ну, нахуй надо покупать на коррекции. Естественно, проще же закупиться на росте. То есть, коррекция в два раза. Не, не хочу покупать. Вот по полтора доллара. Да. А по 70 центов скам. Ну, классика жанра. То есть, вы понимаете. Вот самый прикол. Я, кстати, гуглил биржи. Обратите внимание. Если гуглить Coinbase, допустим. То вот у нас интерес. Кстати, в апреле был на пике. Потом в ноябре. Повторная вершина. Здесь был в марте. Сейчас интереса нет. То есть, говорит о том, что людишки не интересуются криптой. То есть, когда они обычно гуглят биржи. Гуглят биржи. То это говорит о том, что они заинтересованы в крипте. Кракен. То же самое, кстати, сделала. Перехай. Вот это тоже не обратил внимания. Здесь был перехай. Вот в феврале у нас пошел перелив доминации активно в мае. И вот ноябрь, естественно. И здесь был март. Сейчас не гуглят. Опять же таки, Binance. Давайте напишем Binance Crypto. Binance среди интереса. Тоже вот был перехуй у нас в мае. Потом вершина была ноябрь. Также была январь. Еще вершина была здесь ноябрь 22-го. Ну, оно ясен херк. Понятно почему. Потому что скам в TX был. Все на Binance побежали. Вот март. И сейчас интерес опять 20. То есть, опять накопление. Фаза накопления. 23-й год. Лето-осень, напоминаю. То есть, ничего не поменялось. Все точно так же. Поэтому, реально, вот эти Google тренды отрабатывают просто на воро. Или там, how to buy crypto. Давайте напишем. How to buy crypto. Лучше в англоязычном сегменте. Потому что, ну, в S&G-шном не всегда оно отображает реальные показатели. Как вы понимаете, английский World Wide язык. Поэтому, естественно, ну, то есть мировой. И вот у нас ноябрь. И, конечно же, май. Была коррекция. Также вот. Сейчас никому не надо. Ну, допустим, как купить крипту. Давайте напишем, как купить крипту. Кто гуглит. Ну, сейчас гуглили, да, кстати. Ну, давайте, как купить криптовалюту. А давайте, как купить биткоин ради интереса. Ну, сейчас интереса особого нету. Да, то есть, вот у нас был интерес тогда. Тут был интерес, ну, наполовину. Ну, потому что многие надеялись на этот сезон. Как купить биткоин. Давайте глянем ради интереса. Есть ли такие сверхразумы, которые покупали биткоин. Вот. Биткоин, да, действительно, кто-то гуглил. Все равно. How to buy биткоин. Давайте напишем. How to buy биткоин. Да, все равно рыбы гуглили. И мне многие говорят, а не, не может такого быть, что биткоин гуглили. Вот в январе, кстати, когда 20 тысяч мы пробивали, рыбы побежали покупать. И, соответственно, вот здесь. Ну, или how to buy BTC. BTC, не знаю, что-то поменяется, либо нет. Ну, особо разницы я не вижу. И, естественно, в марте тоже рыбы гуглили. То есть, когда он был по 75. Ну, совпадение ли это, да. То есть, интерес был 30, сейчас в два раза упал. То есть, ну, людишки настолько тупорилые, понимаете. И, естественно, вот давайте глянем XRP ETF. XRP ETF, кстати, сейчас тоже форсит эта дата. И в январе гуглили, потому что надеялись, что сразу его запустят. Ну, в общем, ребят, я думаю, вы суть уловили. Вот давайте догикоин. Давно мы не смотрели доги с шибой. Вот. Доги с шибой тоже один из показателей. Сейчас интерес 3%. Почему? Потому что нету перехая. Вот. И это хорошо. Поэтому толпа не покупает эти монеты. Нету роста, естественно. Давайте нео крипто. Многие спрашивают за нео кьюту. Вот эти две. Так, интересно, 4%. 4%. О! Это ж так много. Это ж ты что? Толпа покупает, Саня. Все закупаются? Ты не шаешь. Вот. А давайте глянем, что у нас. Так. По поводу сообщества. А, кстати, я хотел показать, какой процент стейблкоинов полностью в рынке 60% людей. Остальные я не знаю, что вы делаете. Вот. Ну, ладно, еще те, кто держит в стейблах, там от 10 до 30%, я понимаю. Хотя я говорил, что вы уже должны быть в рынке на 80%, а то и 90%. Вот. Потому что и так дно днищенское максимально, отметки 22-го, 23-го года. Вот. 40-60%, я не знаю, хули вы ждете. 70% в 90% тоже мне непонятно. И те, кто вне рынка, 9% для меня вообще, вот это загадка. А те, кто сидят, блядь, и ждут, сука, я не знаю, чего они, блядь, ждут. Полностью вне рынка. То есть вы ждете еще ниже или что? Вот. Или чего вы ждете? Напишите в комментах, кто проголосовал. Вот честно, напишите, почему вы не заходите в рынок и почему вы 100% в стейблок сидите. Что вы ждете? Ну, скорее всего, вы ждете ниже. Вероятность 99-99%, да? Вот. О, давайте блюр. Загоглим. Загоглим. Загоглим, что у нас по блюрам. Блюр крипто. То есть кто гуглит эту монету? То есть сейчас она никому нахуй не надо. Вот. Была нужна в ноябре 23-го года. Вот давайте напишем, когда была создана криптовалюта. Криптовалюта блюр. Так. Была создана в октябре 22-го года. Бля, ну тоже совпадение за месяц до краха FTX. Вот. И естественно, интереса сейчас нету к данной монете. То есть давайте глянем, что у нас вот здесь по дейтам. По дейтам здесь у нас ничего нету. И здесь у нас вышло февраль 23-го. Вот. Потом интерес был у нас в ноябре 23-го. И вот здесь получается октябрь. Давайте глянем, когда же был листинг. Листинг данной монеты. Листинг данной монеты у нас был, получается, февраль 23-го. Ну, какое же совпадение, да? Что, конечно же, у нас самые большие пиковые отметки здесь. Сейчас интереса нету. И вы мне говорите, что, Сань, да все покупают, то ты дохуя монет даешь. Да. Ну, конечно. Step and Crypto. Давайте глянем. Step and Crypto. Оу, интерес был когда? Как раз таки пиковый интерес был в апреле. Я говорил, что эта тема на 2 месяца. Да, она возродится. Можете не сомневаться. Я за эту монету говорю и буду говорить, что этот тренд возродят. Можете не верить. Можете сидеть скептически относиться. Говорят, что Саня долбоеб там советует хуйню. Ну, ладно. Окей, ваше право. О, давайте BNB. BNB загуглим. Когда же люди начали... Наверное, по 200 долларов покупали. Ой, бля, давайте глянем. Обожаю эту тему. Особенно вот это оправдание людишек. Тупорылые, блядь. Май 21 года. Конечно же, вот здесь гуглили. В январе, когда хай был. Вот здесь, конечно же, когда там все Зибинансы меняли. А сейчас интерес 20. Бля, все покупают BNB. И Саня, ты не шаешь, не шаешь, пиздец. Вот, поэтому BNB, давайте глянем. О, BNB, крипто. Интерес был, конечно же, в апреле. Наверное, не потому, что хай были. Вот, далее, получается, интерес был январь 22. Ну, давайте, давайте откроем график. Давайте, вот, сравним с графиком. Не потому, что цена на хаях была. Наверное, какое-то обновление лютое вышло. Вот, у нас был ноябрь. Получается, в январе. Кстати, хуй знает, почему тут гуглили данную монету. Ну, здесь непонятка. Далее, получается, интерес сейчас 9%. 9% никому не надо. Ну, кто-то скажет, ну, вот, Саня, видишь, это скам ты посоветовал. Никому не интересно. Ну, потому что люди, с кем, ну, как бы, по туповилому относятся. Аева, о, аева. Тоже одна из монет захейтиных, которые говорят, что там же разлоки, Саня. Она никому нахуй не нужна. Вот, март. А сейчас интерес 2. 2. Сань, а все покупают? Да. А то ты не шаешь просто, а то ты хуйню советуешь. Да. Так что не выдумывай. Да. Ага. Вот, поэтому, расскажете, блядь. Далее, вармхолл. Вармхолл, крипто. Ой, давайте глянем. Листинг, так, апрель. Получается, сейчас интерес возрос. Сего-то вдруг, не знаю, почему. А, рост, наверное, потому что пошел, точно. Забыл. Ха-ха. Вот, поэтому, поэтому, поэтому интересная резко стала, конечно же. Вот, 2.5 х монета ждала, а сейчас интерес падает. Тут, что ж, коррекция. Вот, листинг был в апреле. Ясен хуй. И, конечно же, интерес был самый большой в апреле. Ну, тут и так все понятно. Далее, Этена, иена, конечно же. Давайте глянем. Вот, самое главное монеты. Самые захейченные. Посмотрим. Этена, крипто. Вот, Этена, листинг. Сейчас интересно. У нее 10%. Бля, ну, пиздец. Просто вот это, Саня, все закупают, да? Ага. Ага. А тут интересно, сколько иена? 6%. Бля, Сань, то все покупают. Ты не шай. Что? То на твоем канале только так. Ага. Да. Та все купили уже. Да. Вот. Манта. Манта. Давайте глянем. Манта, конечно, листинг в январе. Сейчас 5% людей интересуются. Бля, ну, Саня. Что-то ты скам советуешь? Оно ж, блядь. Хуйня. Вот. Январь. Листинг, естественно. Сейчас накопление уже. Ну, я считаю, что это все, в принципе, накопление уже. Там идет почти 10 месяцев. Ну, даже 9 на данном этапе. Вот. Старкнет понятно. Арбитрум понятно. Я думаю, понятно. Вот. Давайте напишем, не знаю, буларан. О. Или буларан крипто. Потому что тут надо быть более точным. More specific, что называется, да? На данном этапе у нас буларан крипто май 21-го. Ой, бля, какое совпадение. Многие ждали буларана, конечно же, в марте. И, соответственно, многие сейчас ждут буларана. Типа оптобер. Оптобер же, да? Поэтому бычий рынок криптовалюта. Ну, лучше на английском писать. Потому что, видите, тут оно нихуя не находит. Альтсизон. Вот, Альтсизон пишем. Альтсизон у нас, естественно, гуглили в апреле. Также гуглили в октябре. Также гуглили в марте. Сейчас нихуя не гуглят. То есть, совпадение ли это, да? Топ альткоин. Естественно, самый главный показатель, когда народ гуглит топ альткоинов, когда им надо срочно купить. Январь 18-го. Апрель 21-го. Ноябрь 21-го. Марк 21-го. Сейчас интереса нет. Сейчас никто не гуглит. О! Как же так, бля. Ну, какое же совпадение. Альтсизон, да ты решаешь. Вот. Далее. Биткоин гуглили в марте. Сейчас не гуглят. Сейчас интереса нет. У нас-то давайте глянем просто биткоин. Но, наверное, я что-то не понимаю. Сейчас интереса 12-го процента. 12-го процента. 12-го процента. Ребята, 12-го процента на уровне, чтобы вы понимали. Это гляньте прикол. Совпадение, да? Я увидел этого разумного инвестора. Интересная метрика. Октябрь 20-го. Перед тем, как мы полетели. Вот. 10-го процента в интерес. Потом идет у нас октябрь 22-го. Перед крахом FTX за месяц. 16-го процента. Октябрь 23-го. 16-го процента. Октябрь 24-го. 12-го процента. Ха-ха. Совпадение ли это? Ну да, конечно. Вот. И октябрь 18-го года. Медвежка. 10-го процента. И 19-го года октябрь. То 11-го процента. То есть во все октябрии удаст практически донное значение. Когда интереса не было. Не было, ребята. Не было криптовалюте. Совпадение ли это? Альткоины. Давайте глянем. Альткоины. Альткоины. Директор Акабрь 17-го. Майя 21-го. Октябрь. Март. Естественно. Сейчас. Ну тоже относительно донной отметки. Вот. И топ криптовалют. Естественно. Многие гуглят. Не топ альткоинов. Обычно. Топ криптовалют. Естественно. Январь. Там декабрь 17-го. Потом. Майя 21-го. Январь 22-го. Получается. Март. Естественно. Сейчас интерес 13-го. Блядь. Ну совпало. Совпало, что с 20-м годом. Сань. Да ты не шаешь. Не шаешь. Нихуя. Вот. Ну ладно. Окей. Не будем стебаться. Далее. Ликвидация лонгов. Естественно. Толпы не увидел. Далее. По новостям. QCP Capital предупредили о возросших рисках коррекции биткоина. То есть до этого коррекции не было. И нам говорят, что метрики там что-то растут. Ну точные отметки не говорят. Но при этом Bitwise сказали, что рост криплют и до конца года 80 тысяч. Ну посмотрим. Вот. Что такое DSA. 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 DSA нам говорят. Это соединение долларовой стоимости. Потом эксперты спрогнозировали Руссалана в 5 раз в случае победы Трампа. То есть к концу 25-го года продорожает 5 раз. Ну в принципе я этого не исключаю. Что в 5 раз это где-то там. Ну сколько. Хорошо даже если взять 200 баксов. Это 1000 долларов. Но я не считаю, что это прям заоблачная какая-то отметка. Посолание. Я кстати по-моему давал цели в закрытом клубе. Не помню где именно. Ну короче цели посолания. Многие спрашивали. Давайте я вам бесплатно. Да? Мне не жалко. Вот. Цели посолания. Я кстати выдавал почти по таким же отметкам. Это было где-то. Сейчас я вам скажу когда. Цели у меня практически по всем монетам. Я сейчас расскажу сколько монет целей есть у нас в закрытом клубе. Это чтобы не спиздеть. Вот. На данном этапе у нас есть цели по получается 342 монеты. Вот. Я прописал цели по всем монетам. Даже по щиткам. Ну в основном монеты которые на бинансе. Да. Понятное дело может там нету монет которые. А. Кстати на Мекси тоже я там давал и по Зетти. Короче по всем монетам я давал. В общем по солане. 220. Первая цель. 247. Почему такие цели? Потому что круглые отметки не дают. Сразу говорю. Вот. Это вот такая подсказка как ставить цели самостоятельно. Ну а по остальным монетам более подробно в закрытом клубе. Кстати напоминаю. С первого ноября цена повышается на 30%. И так будет каждый месяц пока идет bull run. Поэтому успевайте пока монеты еще на дне. Чтобы знать что купить и чем закупиться. Вот. Далее. 247. 250 не дают. 270. 300 долларов. Ровно не ждем. Поэтому 300 многие уже ждали. Потом сами понимаете что делали. Вот. Поэтому 297. Далее. 320. 320 и 347. Вот. Вот. Это мои цели. Консервативно. Если Солана сходит там к концу 25 года выше. Я цели еще добавлю. Вот. Поэтому. Потому что. Ну. Естественно монета может еще выше уебать. И 500 долларов. Там в районе 1000. Но если вы ставите в районе 1000. Я поставил бы 700-900. В этом диапазоне. Потому что круглые отметки не дают. Лучше ставить вот так вот. 670. Вот так вот. Так как 700 круглая отметка тоже. И 1000 долларов не дают. Поэтому минус 30%. Как я говорил до этого. Вот. Поэтому как-то так. По Солане цели. Ну. Вот вам одна из бесплатных целей. Поэтому. Можете отсадить уровень компетенции. Вот. И в принципе я считаю это вполне консервативная. Адекватная цель. Если вы покупали вообще на дне. То для вас Солана по 200 долларов. Это уже будет около 10 иксов. То есть это нормально. Или там если вы покупали вообще Солана в районе. Там сколько она там стоила на дне. Около там 8 долларов. Или сколько там. 15 долларов. Или 10. Ну. Большинство скорее всего покупали тут по 20-30 долларов. То в принципе для вас цели там 300 долларов. Это 10 иксов. Это вполне нормально. Я бы ее тут фиксировал. То есть 10 иксов. Это первая цель на фиксацию. Мое мнение. То есть в зависимости от вашей точки входа. Если вы конечно как Олух покупали по 100 долларов. Там по 200 блять. То это ваш выбор конечно. То вы залетели на хая. Но все равно холдите. И ждите. Далее. Как раз таки по поводу Соланы. Ну. Нам говорят что к концу 25-го года в 5 раз. Если Трампа. Типа. Если Камала Хай. Что не вырастет. Ну. Бред полный. В этом сценарии подорожает биткоина в 4 раза. То есть типа он блять должен стоить сейчас 240 тысяч. Или чуть ли не там 170. Имели ввиду как минимум. Да. Эфир в 3. То есть эфир по идее должен стоить 6 тысяч. Или что. Или там. С предыдущего хая сколько он должен. 15 тысяч стоит. Ну. В принципе по эфиру биткоин еще консервативно. Но по Солане не знаю. Смотрите сами. Кэролайн Эллисон. Это у нас жена этого самого банкмена Фаида. Согласилась передать FTX практически все свои активы. Совпадение лета и ходатайство на 20 ноября. То есть резину опять тянут. Вот опять на ноябрь. Совпадение лета. Да. Спустя 2 года. Дорочего продолжается. Тут такой предполагаемый создатель биткоина Питер Тодд. Ну. Естественно он говорит что я не создатель биткоина. Вот. Ну. И на данном этапе эта тема мусолится. Обсасывается для того чтобы повести новый народ в биткоин. За Альты тишина. Обратите внимание. За ЛАЭК 2 и все остальные сектора. Вот. Кстати. Давайте ради интереса. Вот. Геймифай. Напишем. Геймифай крипто. Вот. Вот так вот напишем. Соответственно. Геймифай крипто. Когда гуглили? Ноябрь 21. Марк 24. Сейчас никому нахуй не надо. Давайте глянем. Play to earn крипто. Напишем. Play to earn крипто. Когда гуглили? Гуглили больше всего. Естественно. В январе 22 года. Также гуглили в августе. И. Соответственно. Сейчас интереса никакого. Эта тема не привлекает. Move to earn крипто. Давайте. Напишем. Многие говорят. Мертвый тренд. Саня. Не шаешь. Вот. Интерес вообще нулевой. Практически. NFT. Крипто. Давайте напишем. NFT криптовалюта интересовала людей в марте. В январе. Сейчас интерес 3%. Саня. Ты не шаешь. Не надо покупать. Зачем это нужно. И так далее. И тому подобное. Но это ваше право. То есть. Перебеждать не собираюсь. Но давайте. Не знаю. Алгоренд. Возьмем там алгоренд крипто. Вот. Многие спрашивали. Там. Саня. А алгоренд. Там. Все уже закупили. 7%. Ага. Вот. Интерес был. Естественно. На хаях. Сейчас. Никому монета не надо. Ну. Вот. Алга. Крипто. Давайте. Более адекватно напишем. И. Соответственно. Интерес был. Конечно же. В феврале. Потом. Интерес был. В сентябре. В марте. А сейчас. Интереса опять нет. Совпадение ли это. Не думаю. Ну. Не знаю. Вот. Йота. 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 Крипто. Давайте. Глянем. Вот. Интереса. Тоже нет. Интерес 1%. Бля. Саня. Все покупают. Йоту. Битвайс. Назвали условия для роста биткоина выше 80 тысяч до конца года. И говорят. Что надо снижение ставки еще на 50 пунктов. Я так понимаю. Они ожидают. Ну. На самом деле. Надо влив ликвидности от печатного станка. И. Мэтт Хоуган подтвердил прогноз конца 23 года. И тогда в качестве этого назвал одобрение ETF и хаулинг. Ну. Посмотрим. Далее. Глазноун говорит. Рынок остается подверженным повышенной волатильности. Ну. И. В принципе. На данном этапе нас пугают. Что. Вот. Может быть еще одно падение. Хотя. Это полная постная хуйня. Далее. Получается. Китайские хакеры попытались атаковать его по наи. Опять хейтят в очередной раз WorldCoin. Ну. В принципе. Оно и логично. Потому. Что. Большинство людей. Данную монету. Как мы выяснили по опросам. И. Гугл врать не будет. Что называется. Гугл это тот же искусственный интеллект. Как вы понимаете. Ну. И Ютуб. Это Гугл. Поэтому. Естественно. Он все подбирает под ваши запросы. И подстраивается под вас. Поэтому люди. Они не покупают WorldCoin. Ну. Давайте. Даже банально зададим вопрос. Почему. Люди. Не покупают. Сейчас. Криптовалюту. WorldCoin. ВЛД. Давайте посмотрим. Из-за чего же люди могут не покупать ее. Вот. Почему люди не покупают. Существует несколько причин. По которым люди могут не покупать криптовалюту. В ВЛД. На данный момент. Недостаток информации. Многие инвесторы могут не знать о проекте. Либо особенности. Что сдерживает их от покупки. Проблемы с доверием. Некоторые могут скриптически настроены с новым криптовалютом. Особенно если есть вопросы о правильности. Так вот. Почему же не покупают. В общем-то. Что-то ЧГБТ заглютил. Заглючил. Я заскринил. И сейчас я вам выведу на экран. Чтобы было более наглядно. Это все видно. Интересы. Отсутствие информации. Волатильность. Общая нестабильность на криптовалютном рынке. Конкуренция на рынке. Много альтернативных валют. И люди могут предпочитать более известные или устоявшиеся проекты. Ну. Опять же таки. Вполне может быть. Регуляторные риски. Проблемы с доверием. Если проект сталкивается с негативными новостями. Или скандалами. Это может повлиять на репутацию. Интерес к нему. Неопределенность вы использовали. Люди сомневаются в практическом применении его перспективах. Ну. На самом деле. Толпа просто слишком тупая. Чтобы понять. Где гем. А где говно. Ну. Естественно. Поэтому. Люди не хотят закупать данную криптовалюту. Вот. Поэтому. И. На самом деле. Давайте напишем разлоки. То есть. Многие по поводу разлоков тоже парятся. Разлоки. Обычно. Разблокировки. Которые заморожены на результате условия смарт-контракта. Может происходить. Кагетрокены становятся доступны для торговли. Использованы после определенного периода времени. Вот. Поэтому. Ну. И. Как вы понимаете. Многие пугаются. Что вот там разлоки. Поэтому. Блядь. Ни в коем случае нельзя покупать эту монету. Но. Если перейти на тот же Arkham. Да. То. На данном этапе. У нас видно. Что замешан уже BitHump. Winter Mute. Binance. То есть. Уже крупные игроки. Также. Какие-то переводы производятся от оптимизма. Вот. У нас. Вордкоин. Держит свою же монету на 13 миллиардов. Интересно. Откуда же такие бабки. Вот. Оптимизм на 600 миллионов. Также. Вот. Еще разлоченные монеты. Binance. Держит на 162 миллиона. BitHump. Teneo. У нас держит. Okex. Получается. Alameda. Исерк. Совпадение ли это. И многие пугаются. Что бля. Alameda держит. Все скам. Вот. Поэтому. Bybit у нас держит. Но. Я думаю. Это тоже специальные какие-то пугалки. Вордкоин. У нас. В основном. Видите. Здесь. Под скрытыми адресами. Держит свою же монету. Разбив на несколько адресов. Думая. Что. Их. Аркам не спалит. О чем-то договорит. А на пике. Как мы понимаем. Сейчас монета стоит 2 доллара. А на пике. Это было 12. То есть 6 раз больше. То есть. У них было где-то 60 биллиардов долларов. Чтобы понимали. Вот. Они ничего не фиксировали. Я. Навряд ли сомневаюсь в этом. Да. Тут типа голова-плечи. График похожий. Кстати. На файл коин чем-то. И. Совпадение ли это. Что. Я думаю. Многие люди сейчас хейтят. Эту монету. Как раз таки на дне. Далее. Битмейн добавила линейку от майнер S21 2 новых майнера биткоина. Опять у нас биткоин майнинг. То есть. Одно и то же биткоин. Биткоин. То есть. Тишина. Естественно. Вот это фад новая. Чтобы вы на дне не покупали вордкоин. Киенг Джу. Это у нас сего криптокванта. Говорит. Расскажите личности. Сатоси. Сатоси Накамото. Окажет давление на биткоин. И. На данном этапе говорит. Что может упасть цена. Но. Естественно. Это полная хуйня. Потому что он тоже самое говорил у нас 7 августа. Да. Когда был одно по рынку. Капитуляция майнеров почти завершена. И говорит. Что реализованная цена составляет 43 тысячи. 43 тысячи. Да. Совпадение ли это. Как говорили блоги. Их завещали. Да. И то же самое говорил он. ЦБ Тайвань. Говорит. Нет причин торопиться с запуском CBDC. 8 июля 24. Спустя 3 дня. ЦБ Тайвань. Протестирует прототип CBDC в конце года. Нет смысла торопиться. Ребята. Вообще нет. Нет причин торопиться. Но говорят что протестируют уже в конце года. Вот так вот. Бывает и такое. Но это чисто руку вам показать хотел. Сушил. Капитал маркет. Представил рейтинг дружесетных криптобизнес у стран. И на данном этапе нам показывают что это Дубай. Конечно же Дубай. Рай для эскорта. Вот. На данном этапе Швейцария. Южная Корея. Опять же таки Южная Корея. Главный кит как я говорил. Сингапур. Регулятор. США. Ну я не верю что блять США на пятом месте. Это бред полная. США скорее всего на первом месте. Вот. Эстония. Ну это наверное по официальным данным. А на самом деле США на первом месте. Эстония. Вот. Как вы понимаете. Прибалтика. Италия. Европа. Россия. СНГ. Германия. Европа. И Бразилия. Опять же таки Бразилия. Брикс. Страны Брикс. Которые отказываются. Просто отказываются по полной от доллара. Да. Кстати. Хотел вам показать полный отказ от доллара. Опять же таки от Брикса. Спитц. Центральных банков. Которые используют блокчейн Apple. Центральный банк Бразилии. Также рассматривает технологию Apple. Ну наверное потому что отказ от доллара. Вот. Поэтому я думаю с этим понятно. Забавная тема. А. Еще хотел показать моментик. То что почему люди считают Лайк 2 скамом. Почему Лайк 2 капитулы считают скамом. Некоторые люди считают скамом по нескольким причинам. Недостаточная прозрачность. То есть не всегда предоставляют четкую информацию о команде. Технологии финансирования. Что вызывает недоверие. Сложности непонимания. Лайк 2 могут быть сложными для понимания. Да. То есть до этого простыми. А потом на хаях. Вернее наоборот. На дне сложно. А на хаях уже просто. Вот. Многие пользователи не осознают риски. Или реализация решений. Обещания высоких доходов. Хотя такого никогда не было. Могут преувеличивать свои возможности. Обещания быстрые прибыли. Не знаю. Ни разу такого не видел. Что может вызвать подозрение. Незрелость технологии. Некоторые решения находятся на стадии разработки. Их долговеря. Ну понятное дело. Что в Apple на старте тоже никто не верил. Там либо в тот же Google. И незрелость разработки. Ну да блять. А потом Apple уебал просто ага ого. И естественно. Давайте глянем. Когда он появился. Он появился у нас еще там хуево ку-хуево времени. Да. То есть акции его начали торговаться еще в 82 году. И стоил он 5 центов. 5 ебаных центов. То есть по сути сейчас. Цена 200 долларов. Ну как вы понимаете. Это уебал где-то в 400 раз. Или в сколько это получается. В 4000 раз. Вот. На данном этапе естественно многие люди. Они ну абсолютно не понимают. Что если бы они конечно купили бы на самом старте. Поверили бы в продукт. Не появляли вот этот ебучий скейт. Ну да. 4000 иксов. Вот. За получается сколько там. Почти 50 лет. Но это на самом деле дохуя для акций. Вот. Если вы считаете это мало. Ну значит вы долбоев. Вот. Поэтому на данном этапе. Как вы понимаете. Что многие люди естественно скептически относятся. И думают что та ну. Типа. Это ж новая технология. Нахуй не инвестировать. Хотя это далеко не новая. Тот же Polygon Matic. Он там существует уже сколько. Лет 6. Или 7 даже. И при этом многие все равно скептически относятся к ЛАЙК 2. Но это их выбор. Далее. Мошеннические проекты. В криптолютной сфере. Которые используют популярность ЛАЙК 2. Для создания мошеннических схем. Или токенов без реальной ценности. Не все ЛАЙК 2 являются скамом. Многие из них действительно решают важные проблемы. Оштабиренности и производительности. Однако можно проводить тщательное исследование перед вложением средств. Ну. На самом деле отчасти согласен. Но по большому счету люди паникуют. Потому что цена после листинга сразу не выросла. Они построили себе завышенные ожидания. Но они забывают что фаза рынка такая была. Что когда был листинг этих монет. Там особенно осенью и летом 23 года. То соответственно 23 год это фаза накопления. Так же как и 19 год. Понимаете ли. Ну как вы понимаете до этого в циклах это было. Вот. И соответственно естественно роста никакого быть не могло. Но многие люди на это осетуют. Что типа блять роста. И плюс это было дно рынка. Когда доминация биткоина росла. Естественно эти монеты тоже укатались. Но людички тупые. Поэтому естественно они в это не вникают. Далее. Что еще. Luxury Technology у нас. Эфиопия может стать центром предобычи от биткоина в Африке. Потом они любят биткоин больше остальных. Топ 10 крупнейших держателей биткоина. Опять биткоин. Да. Биткоин здесь. Добыча в Африке. Держатели биткоина. Микростратегия. Marphone Digital. Galaxy. Digital. Tesla. Coinbase. Hutt. 8. Майнинг. Riot Platforms. Блок. Clean Spark. Hive Digital. Ну короче майнинговые компании. Либо крупные компании. Которые хотят покрывать свои убытки за счет битко. Вот. По типу Тесла. А Ройт разговаривает, что Миньюз США выдвинул обвинения против криптолюционных маркетмейкеров. Таких как Godbit. Да. Потом Zemma Quanta. CLS Capital. И MyTrade. Бывает и такое. Далее у нас Tyler Cohen. Она говорит. Биталик Бутейн заслуживает номинации на Нобелевскую премию. И в принципе такой же номинации как и Сатоши Накамото. Хотя как мы понимаем Сатоши Накамото это не один человек. Далее Анатолий Яковенко. Это у нас основатель. То есть практически СЕО Соланы. Ведь мемкоины полезны для криптоотрасли. Говорит 90% проекта были мемкоины настоящими продуктами лишь 10%. Командам приходится. А сейчас наоборот. Типа да. И полезность из своего проекта это хорошо для отрасли. Отметил что мемкоинов и NFT нет особой ценности. Ну естественно хейт на дне NFT. И как вы понимаете что ему выгодно говорить то что мемкоины полезны для криптоиндустрии. Потому что мемкоины сейчас делаются на базе чего? На базе Соланы. Далее получается Меркандо Биткоин говорит что половина населения Бразилии может начать использовать криптоактивы к 30 году. Опять таки да. Ну и в принципе говорят что на данном этапе 70% с 14% населения до 2024 года уже будет использовать у нас крипту. Далее у нас Европейский Центральный Банк намерен сформировать единый европейский реестр цифровых активов. Ну это опять же таки CBDC тема. Команда Хамстер Комбат пообещала игрокам дополнительные бонусы. То есть обсуждается биткоин, мемы, тапалки. Все. Ларик 2 нахуй надо. Вот естественно классика на дне. Солана более 100 миллионов активных кошельков. То есть при листинге обсуждали. И когда цена на хрях была в марте. Но большинство из них пустые. Нам говорят вот так вот бывает. И опять же такие пугалки в отношении Солана. Новый токен стоимостью менее 10 центов. Может вырасти с 9 долларов до 200. Ну и нам говорят какой-то проект Intel Markets на базе Солана. И Солана в том числе якобы надо покупать. И также Криптокит приобрел 2 миллиарда токенов у нас Доги. Ну эквивалентно сколько это в долларах тут не пишут. Но как мы понимаем что Доги вполне может показать цель. Вот нам говорят что это где-то 1,20 долларов. Ну посмотрим в принципе. На пике был 75 центов вполне реально. Инвестфонд, Кэти Вуд, Арк Инвест продал акции Робин Гуд на 36 лямов. Ну давайте глянем. Акции Робин Гуда я кстати советовал. Вот они уже отросли как вы наблюдаете где-то в 3 раза. Поэтому вполне возможно не исключая этого что они продали акции на хрях. Накрепление было считай там где-то 1,5-2 года. Ну и в принципе здесь можно было брать со скидкой в 80% в среднем. Поэтому кто взял тот молодец. Кто нет ну вы понимаете. Далее получается число владельцев тонн превысило 100 миллионов опять тонн законно хрях. Дальше у нас кстати по поводу тонн-коина. Многие же там спрашивали что там тонн-коин. Разбери и заебал. Вот тонн-коин давайте глянем. По поводу тонн-коин крипто. Когда же у нас январь 22-го. И даже сейчас хайп не утихает. Ну немножко сейчас подутих. Но по сути большинство людей они... Ну давайте нот-коин крипто. Смотрим когда был хайп. Хайп естественно был в июне при листинге. Вот в октябре. Ну и все. Сейчас всем уже насрать на этот нот-коин. Поэтому я думаю понятно. Ну давайте глянем. Теп-ту-эрн крипто. Посмотрим что у нас происходит. Теп-ту-эрн на данном этапе. Вот у нас тренд был 26. Поэтому ну наверное скорее всего так не гуглят. Гуглят в основном в СНГ странах. Далее сборы сайбра. Повысили 3 миллиона. Аптос и Каспа показывают произведенные какие-то росты. То есть естественно загон в говномонету Каспа. Которая уже дала сука иксы. Это просто лютый щиткоин. Но при этом она хуярит. И многие думают о бля так будет бесконечно. Вот Аптос конечно же загон на локальном хае. После 2 икса там 2.5 практически было в моменте. Ну и конечно же сейчас выходит новость. Что типа вот Аптоса ребята. Смотрите Аптос оказывается надо было покупать. Да что вы говорите. Вот это да. Вот это магия. Ну и в принципе Каспа тоже загон на хаях. Объем биткоин транзакций вырос у нас до 37.5 миллиардов. Что стало причиной скачка. Ну якобы притоки. И естественно самый высокий показатель с 12 марта. Это были хаи как раз таки. Далее. У нас цена биткоина может упасть ниже 60 тысяч. Наверное поскольку старые монеты выходят в рынок. Не знаю о чем это речь. Ну и типа старый биткоин якобы киты продают. Которые копили его хуй знает когда. И якобы они будут сливать по рынку и все пиздец. Ну бейт полный. Трейдеры Сьюи не впечатлены ростом цен на фоне роста шартов. И как вы понимаете естественно лохи надеялись что цена полетит выше. Но по итогу коррекция. Трейбычек сигнала предполагает что Binance Coin движется 650 долларов. Ну в принципе по поводу Binance Coin. Я уже сказал поздно его покупать. Поэтому видите на хаях новости начали форсить позитивно. Что вот смотрите вот это беда от Coin отрастает. Надо его покупать оказывается. Ага спасибо блять. А что ж по 200 долларов не говорили. Говорили что это скамы, суд сектам и так далее. Но по итогу суд. А не суд блять. На данном этапе Bitcoin доминация образовала гэп. Но пока вниз не стремится. Доминация альтов тоже все нормалды. Доминация USDT 6.5% не преодолевает. Если глянуть USDC. Да и аналогичная ситуация. Если глянуть Total 3. Давайте посмотрим. Total 3 в принципе тоже дно мы не обновляем. Поэтому все нормалды. Если глянуть по фонде. Фонда продолжает хуярить наверх дальше на перехай. Что S&P 500. Что NASDAQ. Что Dow Jones. Поэтому те кто переживал не переживайте. Пристегните аймниш. Что называется. И индекс доллара при этом тоже растет. То есть скорее всего это говорит о том. Что доллары у нас тоже печатаются. Вот и все. Далее получается что еще. Интегресс много. Что у нас далее. IDA Finance в Гонконге. Интегрюет Chainlink. Для прозрачности обеспечения. Ну Chainlink тот же самый. Как я говорил. Можно покупать сейчас. Пока 10 баксов. На хаях. Сколько он там стоил. По-моему 30 до 50. Ну короче 5 иксов минимально вы тут заберете. Если вы не брали по 5 долларов. И провтыкали там диапазон 5-8 долларов. Хотя тут что провтыкать полтора года монета стояла. Тут и долбоеба очевидно что накопление. Но большинство нет. Большинство ждало там ниже сидело. Блять ждало его там по 2 доллара. Ну и что дождались. Вот поэтому естественно таких отметок вряд ли уже будет. Но если дадут то докупайте жадным. Поэтому на данном этапе тоже это такое некое накопление. Которое было вот здесь. И после этого будем ждать взлет. Но в принципе я вижу что дно мы не обновляли 5 августа. Поэтому я сильно ниже не ждал бы. Далее оно говорит что подъем когда надо ключевых уровней. Говорят что там понести прибыль. Хотя это типа бритье шартов. Но миллиарда бритья не будет. Это просто так вот пыль в глаза. Далее получается новый рост будет по карданам. Объем крипплютных расчетов в 2024 году приближается к 20 миллиардов долларов. Поскольку американские регуляторы ужесточат контроль. Ну для нас это не страшно. Далее получается у нас цена мантра. ОМ сталкивается с сопротивлением после недавнего ралли. Опять же таки ОМ загон на хаях. Далее цена тонкоина типа упадет. Потому что месячный минимум смертельный кейс смерти. Да нас пугают опять совпадение. Ванек запускает венчурный фонд на 30 лямов долларов. Для поддержки стартапов в сфере искусственного интеллекта и криптовалюта. Это может быть приток тот же The Graph, WorldCoin и так далее. Поэтому имейте ввиду. Цена DogVivHead бросает вызов тенденциям. Опять у нас прогнозировалось 55%. Загон на хаях DogVivHead. Цена XRP может упасть на 15%. Утечка 32 миллиона. Ой блять как страшно. Поэтому естественно оно при этом запускается и ETF. Shiba Inu у нас в предыдущей поддержке краткосрочных держателей. Тоже опять же таки Shiba упоминается. Solana готова преодолеть ключевое сопротивление в 200 баксов. Круглая отметка Sia. Ой Sia Blitz. Say GX у нас повторяет более 50% своей стоимости. Ну и Say. Кстати сейчас по-моему тоже особо никому не интересно. Но на данном этапе в моменте был уже памп на 2,5 х. Я сейчас не покупал. Кто хотел тот брал. Кто нет тот провтыкал. Да что называется. Три препятствия. Эфир могут помешать достичь 3000 долларов. Говорят что может упасть 2,200 опять. Также растущий приток средств на биржу. И показатели какие-то там говорят что давление со стороны продавцов. Хотя это полная хуета. Рост Тао до 700 долларов. Зависит от факторов. Индикаторы у нас там какие-то. Также лидер искусственного интеллекта среди капы. Плюс прогноз сопротивления. Говорит что от медвежьего разворота. Спасает нас. Вот. Но при этом конечно же загон монету Тао. Ну давайте же загуглим сейчас монету Тао. Гуглят ли ее. Наверное нет. Но давайте глядя. Оу бля. Гуглят. Гуглят. В августе не гуглили. В июле не гуглили. А сейчас гуглят. Потому что монета-то полетела. Полетела-то да. Поэтому интересно. То есть вот здесь. Когда монета была. Лето-осень 23 года. Неинтересно. Нахуй не нужна никому. Вот здесь вот получается. Лето-осень. Интерес 10%. Тут резко монета взлетела. 100. Интересно. Давайте же глянем. Вот здесь был интерес. У нас в ноябре 23 года. А в ноябре 23. Почему? Потому что вот здесь цена сходила уже. Давайте глянем сколько. Она тут стоила где-то 50 баксов. Тут она стоила уже 300. То есть монета подросла где-то примерно. Ну давайте посчитаем. В 5 раз округлим. То есть когда монета дала 5 иксов. А тем более когда дала уже 10. А то и там 12 где-то. То как вы понимаете. Естественно. Рабы начали залетать. Совпадение лета. А как я и говорил. Что большинство будет залетать после 5 иксов выше. Ну и тут конечно приблизились к хаях и к хаям и не из-за цены. Не из-за цены ни разу. Ни разу. Конечно же. Да. Верим на слово. Поэтому верьте в сказки дальше. Толпа не покупает на хаях. Ага. Конечно. Далее получается что еще. Интересно. То что у нас Аптос. Булсай. Типа бычьи глаза. Вырос в 35% преддверия с блокировки токенов. Вот. Ну и давайте же глянем по Аптосу. То же самое. Давайте посмотрим. По Аптосу тоже интерес резко проснулся. Вот здесь был интерес тоже в марте. Репети крипто. Давайте напишем вот так вот. И интерес тоже проснулся сейчас. Сейчас опять пошла коррекция. Людям неинтересно. Классика жанра. Ничего не бедяется. Блядь. Ну люди топорилы реально. То есть инстинктом подвержены. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Далее получается последняя новость. То что 1,3 миллиарда долларов в эфире от Пластокен Понсы могут появиться в рынке. Да. И какая-то схема Понсы Пластокен. Говорит. Провело падение на 4%. И якобы 1,3 миллиарда долларов нам пугают. Что вот блядь будет обвал. И пиздец. Тут покрывало стили. И оно не спасет. Типа того что. Вот. Поэтому в принципе. Ребятули. Такие вот мысли. Такие дела. Я бы абсолютно не пугался. Потому что большинство людей. Они. Ну. Очень подвержены. Вот этим тупорилым эмоциям. Кстати. У нас не закрыт еще греб. В районе. Получается. 2,800. 3,50. И соответственно. На данном тапе. Я эффект сильно ниже не жду. Поэтому не ссыти. Понимаете. Что в долгосроке. Кстати. У нас дорожная карта. Я так понимаю. Расписана до. Тот самый проект. Стейкинга эфириума. Куда я лично инвестировал. Более 3,5 тысяч долларов. Досконально его проверил. И полностью в нем уверен. Участвуйте со мной. В notstake.io. А я в свою очередь. Буду делиться с вами результатами. В следующих роликах. Ссылка на проект. В описании под роликом. Декабря 25 года. Обратите внимание. И совпадение ли это. Не думаю. И это тоже может быть. Пик был рано. По тому же пятку. То есть конец 25. Начало 26. Ну скорее всего конец 25. Поэтому 3 мысли. 3 дела. Всем удачи. Всем пока. Что думаете по поводу Google трендов. Что думаете по поводу закупок людей. И обязательно напишите. Напоминаю еще раз. Почему вы на 100% сидите в стейблах. Мне интересно послушать ваше мнение.